Для маскировочных сетей волонтеры используют материал «Дарнит». Сперва из него делают большие заготовки, а затем маленькие в виде флажков. Вот этот галстучек одевается на основу, на сеть, и вот просто продевается. Это, наверное, самый удобный, самый легкий способ из того, что есть, потому что вы посмотрели, как плетут сети в первом комплексе, в 23-м комплексе, там немножко технология посложнее. Сети волонтерский центр «Герат» начинал изготавливать в кадетской школе имени Никиты Кайманова. Кадеты на уроках технологии, в переменную, после урока вплели. У нас даже было типа соцсоревнования, два сынка, и какой класс быстрее сделает. Девочки нарезали флажки, мальчики их вплетали. Два месяца назад маскировочные сети стали плести в здании лице интерната номер 84. В добром деле помогают пожилые люди, преподаватели и студенты. Когда я узнала, что вот здесь, рядом, прямо через дорогу плетут, я просто стала сюда, восемь, сюда, когда свободное время есть, приходить. Сегодня в целом я вышел первый раз, и просто я изначально думал даже, что вот это опять же на работу, но даже как узнал, что плести сети, я не разочаровался, наоборот, волонтерство. В целом это для меня благое дело. Мы недавно встретили военного, который зашел в цветочный магазин, видимо, купить цветы жене, и мы когда стали говорить, что мы плетем сети для вас, мы туда отправляем сети, и он прям заплакал, он говорит, а вы знаете, как ваши сети помогают? И рассказал, мы говорим, как, ну помимо того, что накрывают технику, мы это видим по телевизору, он еще говорит, что они и мины задерживают. Самую большую маскировочную сеть активисты изготавливали в течение месяца. Над ней трудились около 20 человек. Размер последней маскировочной сети – более 300 квадратных метров. Ее отправят к военнослужащим в ближайшее время. В планах также собрать средства индивидуальной защиты и квадрокоптеры. Лисангом Драшитова, Артем Колесов, Новости Челны ТВ.